И снова здравствуйте! Вы на канале Девайс. Сегодня на обзоре видеокарта с водяным охлаждением от компании Gigabyte. Модель GeForce RTX 3080 Ti Extreme Waterforce 12G и её версии WB. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту модель. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнём. В активе графической платы быстрая видеопамять объёмом 12 гигабайт, пропускная способность шины видео ОЗУ до 912 гигабит в секунду, 10 240 ядер кода, RTX ядра второго поколения для трассировки лучей и тензорные ядра третьего поколения, работающие параллельно. Эти продукты оптимальный выбор для поклонников компьютерных игр, создателей медиаконтента и разработчиков приложений с применением технологий искусственного интеллекта. Микроархитектура NVIDIA Ampere демонстрирует потрясающую производительность благодаря усовершенствованным артиядрам второго поколения в сценах с трассировкой лучей и тензорным ядрам третьего поколения на фоне значительного прироста пропускной способности шины обмена данными. Технология NVIDIA DLSS, сглаживание с алгоритмами машинного обучения, это революционная технология рендеринга на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает новый уровень качества графики при помощи процессоров для обработки алгоритмов искусственного интеллекта тензорные ядра средствами графических плат GeForce RTX. Технология DLSS позволяет увеличить частоту кадров и одновременно улучшить качество картинки в играх, задействовав возможности нейросетей. Технология обеспечивает быстродействие, при котором настройки для трассировки лучей и экранное разрешение можно смело выставить на максимум. Видеокарта поддерживает инновационные возможности DX12, такие как трассировка лучей и variable rate shading, обеспечивая в играх сверхреалистичный геймплей и более быструю смену кадров. Реализованная многофазная схема питания позволяет понизить диапазон рабочих температур для силовых моб-транзисторов, надежно защитить их от перегрева и обеспечить сбалансированную нагрузку на каждый транзистор. Система охлаждения WaterForce – идеальный способ для энтузиастов ПК насладиться преимуществами водяного охлаждения без сложной установки. Орус предлагает универсальное решение для охлаждения, так как критически важные компоненты, такие как GPU, VRM и MOSFET, активно охлаждаются для обеспечения стабильности системы при высоких нагрузках. С предварительно собранными водопроводными трубами и насосом пользователи могут легко установить видеокарту, не опасаясь утечки. В водоблок встроена цепь обнаружения утечек, охватывающая весь водоблок, которая мгновенно предупреждает пользователей мигающей сигнальной лампой в случае утечки жидкости. Радиатор двойного размера увеличивает площадь рассеивания тепла, делая видеокарту более стабильной и более холодной в условиях высокого разгона. Двойные вентиляторы могут генерировать больший поток воздуха для лучшего рассеивания тепла, обеспечивая мощное охлаждение и бесшумный игровой процесс. Подсветка вентиляторов ARGB также может синхронизироваться с видеокартой для получения различных световых эффектов через RGB Fusion 2.0. Конструкция с двойным шарикоподшипником имеет лучшую термостойкость и эффективность, чем конструкция втулки. Медная опорная пластина напрямую касается графического процессора, видеопамяти и других важных частей. В сочетании с тепловыми трубками тепло может передаваться в зону жидкостного охлаждения для достижения улучшенного рассеивания тепла. Благодаря практически отсутствию поглощения влаги, высокой термостойкости и устойчивости к высокому давлению, прочные трубки из F и P значительно увеличивают срок службы и долговечность продукта. Orus Engine. Современный интуитивно понятный интерфейс фирменного ПО обеспечивает быстрый доступ к настройкам тактовых частот, напряжения питания, режимам работы вентиляторов в зависимости от потребляемой мощности, и все это в реальном времени, исходя из требований конкретной игры. RGB Fusion 2.0. Благодаря 16,7 миллионам настраиваемых параметров цвета и многочисленным световым эффектам, вы можете убирать световые эффекты или синхронизироваться с другими устройствами Orus. Я почитал отзывы в интернете пользователей этой карты и сейчас расскажу вам, о чем пишут владельцы. Начнем с негатива. Ширина чуть больше стандартных за счет выступа под фитинги. Странная софтина Orus Engine. Дорого. Но безусловно есть много и положительных отзывов, сейчас расскажу. Занимает всего два слота. Сравнительно тонкая и легкая. Бесшумная. Температура под всеми тестами не превысила 50 градусов. Подсветку можно настроить как термометр. Если вы уже обладатель этой видеокарты, в комментарии к видео напишите свой отзыв о ней, а в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этой видеокарты. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео, очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Девайс, скоро увидимся.